Доброе утро! Информационная программа НашНовости начинает свою работу в эфире. В студии Татьяна Денирова, Василий Морозов. Здравствуйте! 70 молодых талантов Алтая получат премию президента России. Сегодня в Барнауле пройдет ежегодная церемония награждения. Лучшие определены в шести номинациях среди любителей научно-технического, художественного творчества, общественной деятельности и спорта. В рамках награждения будут отмечены также наиболее успешные участники всероссийских школьных и студенческих олимпиад. Вручать награды талантливой молодежи будет губернатор края Александр Карлин. К слову, за 10 лет в Алтайском крае премии получили 708 молодых людей. Большинство из них победители региональных и всероссийских конкурсов. Накануне в Бийске на пешеходном переходе автомобиль сбил двух женщин. Инцидента могло и не быть, если бы пострадавшие переходили проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Вообще в Наукограде проблема пешеходных переходов весьма острая. Как ее решают, расскажут наши бийские коллеги. Ночь улица Аптека. Да, Александр Блок здесь бы в свое знаменитое стихотворение точно не написал. Фонаря не хватает. Это улица Стахановская. Примерно в такую же непроглядную мглу погружаются пешеходы в районе Сахарного завода, на Витаминной горе и еще в нескольких местах. Переходить дорогу здесь некомфортно и небезопасно. Есть у нас пешеходные переходы, которые, так скажем, как вы говорите, не видны. Мы в конце 2014 года, в 2015 начале, мы проводили комиссионное обследование всех пешеходных переходов в городе Бийске. И часть пешеходных переходов мы убрали. Как правило, ликвидируются те переходы интенсивность пешеходного потока, на которых не соответствует ГОСТу. Да, оказывается, даже на это существует государственная норма. Одновременно появляются новые переходы. Некоторые из них даже оснащены знаками последнего поколения. Ну, очень на желтом лучше видно. Знаки на желтом фоне в Бийске стали появляться с прошлого года. Обходятся они бюджету вдвое дороже обычных. Поэтому и устанавливают их только в самых многолюдных местах. Так вот здесь, в районе Декабос. Отметим, что знак пешеходный переход здесь установили недавно. Весны дожидаться не стали. А вообще, в этом году в Бийске обустроено примерно 70 новых пешеходных переходов. Мы сейчас находимся на улице Докучаева. Здесь планируется установить пешеходный переход и оснастить его устройством освещения. Но это будет в летний период, поскольку необходимо совместно с сотрудниками ГИБДД просмотреть имеющуюся пешеходную часть. Сейчас под снегом это невозможно. Но весной пешеходные тропинки будут устроены, будет устроен пешеходный переход. На эти работы город выделяет в 2016 году почти 2 миллиона рублей. Сотрудники ГИБДД и Управления по благоустройству считают, в нынешней непростой экономической ситуации деньги серьезные. Вот только пошли бы они впрок. Судебные приставы с нового года получили право приостанавливать действия водительских прав должников по штрафам и алиментам. Новая редакция закона об исполнительном производстве и кодекса об административных правонарушениях вступила в силу с 15 января. Что можно предпринять, если судебный пристав блокировал использование водительских прав за долги? Ответ в нашей постоянной рубрике. В первую очередь нужно отметить, что временное ограничение на управление транспортным средством накладывается судебным приставом только в том случае, если должник не хочет добровольно погасить задолженность. Данное ограничение не распространяется, если сумма задолженности менее 10 тысяч рублей, а также не распространяется на инвалидов, содержащих их граждан, а также на тех, для кого автомобиль является основным законным источником средств существования, либо единственным средством для обеспечения жизнедеятельности его семьи. Если водитель-должник проигнорирует временный запрет, то при первой же остановке сотрудник ГИБДД может выписать ему обязательные работы на срок до 50 часов, либо лишение водительского удостоверения на срок до года. Сегодня в Барнауле появится самая большая и вкусная карта Алтая. 8 квадратных метров из настоящего сыра. Вместе со зрителями и гурманами ее оценят и представители Международного агентства регистрации рекордов. Их заинтересовал главный и единственный материал создания полотна – сыр. А точнее, больше 20 его видов, исключительно алтайских. Повара-картографы сделают ставку на новинки продукта, которые появились в крае в рамках импортозамещения. Инициатором такой необычной акции стала Сибирская Федерация Рестораторов и Отельеров. А приурочили ее к столетию начала экспорта алтайских сыров. Всех желающих увидеть создание гигантской карты ждут в 19 часов по адресу проспект Комсомольский, 6. В программе также конкурсы на лучшие знания сыров и напитков, мастер-классы и другое. А попадет ли алтайская сырная карта в Книгу рекордов Гиннеса – узнаем чуть позже. 10 дней без интернета и почти без сна в таком режиме несколько зимних дней провели более 500 российских студентов. И все это, чтобы помогать пожилым сельским жителям и иногда даже спасать жизни. В регионе завершилась акция «Снежный десант». О самых интересных ее итогах в материале Анастасии Дороган. На лыжах и в яркой отрядной форме, в деревне, вместо учебы. Бойцы «Снежного десанта» уже хорошо знакомы жителям алтайских сел. Там от молодежи ждали в первую очередь помощи. Кому дров наколоть, кому воды принести, а с кем-то нужно было просто поговорить. Был случай, когда десантники буквально спасали. В Калманском районе, например, пришлось откалывать замерзший уголь, чтобы не допустить остановки котельной. Угля было около 10 тонн куча. Мы потратили где-то часа два, два с половиной, работали в темпе, чтобы не замерзнуть. Ну, довольно-таки было неплохо и позитивно. Надеюсь, детишки оценят и будет им тепло. Этой зимой в акции «Снежный десант» приняло участие более 500 студентов. Они покоряли заснеженные поля, рассказывали о своих вузах, участвовали в культурных вечерах, навещали ветеранов и тружеников тыла. В этом году десантники особое внимание уделили ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В этом году, когда мы звонили районам, говорили, что в этом году они попадают в список районов, участвующих в акции. Они вспоминали, что в 2010 году к нам приезжал отряд, например, Аграрного университета, далее отряд Технического университета, иногда по названиям даже не помнят, но принадлежность к вузу. В этом году родившийся на Алтае «Снежный десант» дошел и до Центральной России. В Воронежской области впервые провели свою акцию. Возглавили пробные отряды алтайские бойцы, среди них Дмитрий Бочаров. У них другие эмоции, у них другое понимание жизни, свой говор определенный такой, с эгэканьем, своя мода, как там шапки носить, ну все очень интересно. И они по-другому отдыхают по-другому. Если у нас это песни под гитару, у них еще этого традиции нет, они просто любят включить музыку, потанцевать, повеселиться. Точку в главной зимней студенческой акции Алтая, уже официальную, поставят совсем скоро. 17 февраля, в день российских студотрядов, состоится закрытие «Снежного десанта-2016», где и назовут лучшие отряды этого сезона. Катерина Гаськова, Анастасия Дороган, Александр Морозов и Александр Антропов. Наши новости. А в Рубцовске теперь коллекционируют выдумки. В городе открыли галерею фантазий. Первая выставка в новом музее под стать. Александр Нинашев, который открыл культурную площадку, представляет работы в редком стиле философского сюрреализма. В своих картинах художник размышляет о том, как устроен мир, но однозначного ответа на этот вопрос он, конечно, не дает. Автор уверен, зрители должны сами почувствовать или придумать для себя, что изображено в той или иной работе. Ну, умиротворение, такое спокойствие, какая-то некая благодать в душе, что как-то... То есть культура, насыщение человека, приобщение к культуре. Я не искал своего зрителя. Я уже точно знаю, что это такое творчество на любителя. И, скажем, на 20-30 минут размышлений внутри этого помещения этого достаточно. Весь процесс, который я закладываю, он происходит, я думаю, позже. И уже я знаю, как это работает, потому что намного позже выставок этих приходят ко мне люди и делятся впечатлениями. И к утреннему часу у нас все новости. Удачного вам и продуктивного дня. Звоните к нам в редакцию 659-129. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова